Хорошо. Вопросик. Самое главное, наверное, вот, допустим, процедура выполнения работ, патентовать, допустим, в США или в другой стране, что предшествует этому патенту исследованиям, как вы их делаете, кто их делает, чьими силами, а остальное все, в юриспруденции многие знают, если не знают, почитаем. Процедура, внутренний процесс, как происходит. Хорошо. Вот это интересует многим. Так. Вы что интересуетесь? А я вам сказал... Что? Деньги. Деньги. Не только. Стратегия и техконурсации США. Как США определяют свою политику в области техконурсации? Я государственного. Ну вот я в трудности в виде изобретений, мне надо как-то продать, потому что идея очень хорошая, интересная, но... Коммерциализация. Яндрик, вы слышите вопрос? Вы слышите, что это 25 изобретений, и нужно их продать. Это к вам. Так, а вы? То есть не нужны, они уже купили, а теперь не нужны, надо продать. А вы? У меня в обрузе просто, откуда вы взяли что-то интересное? Потому что они имеют с победителями различных конкурсов. Отлично. Конкурсы, но... Срабытка вы изучили, рынка изучили. А 12 месяцев пришло? Ну, хорошо, некоторые девушки. А если что, неужели до свидания? А вот вы еще говорили про систему РСТ, когда мы подаем заявку, что они не оборудили, как по-другому. А в чем ее действие? Давайте начнем с высек, да? У меня еще после этого две презентации. Одна по праву арту, у меня другая по ее степам. Я постараюсь побыстрее, чтобы больше ответить на вопросы, чем объяснять то, что я хочу сказать. Потому что кому это интересно? Так, а у нас нету переключалки? А, кликер нет? Нет. Хорошо, будем. Я сейчас скажу, что вам спрошу, чтобы это объяснить. А потом раздатку рожью будут посмотреть, ну, скачать. Да. Чего нет? Тут написано Copyright All Right Reserved. Что это означает вообще? При перепечатке спрашивают у вас разрешение. Ну, хотя бы ссылаться. Я уж спрашиваю, не надо, но хотя бы ссылаться. Потому что у меня очень много лично моего материала. Я сама, не то, что я копирую с чего-то с сайта, да? Я его сама подбираю. Итак, значит, моя компания называется Better Hatchery. Это значит патентный инкубатор, да? То есть мы берем идеи, из них левим патентным. Отлично. Это мое имя. У меня доктор, это PhD, диссертация по лазерной физике. Я из физтеха, из Алферовского института. Это специалист по лазерам. Вот это очень простой мой сайт. us-patent.ru Вот я человек спрашивал, как со мной связаться. Там вся контактная информация. us-patent.ru Вот. Наша фирма расположена недалеко от Ушельсона, в штате Мерилэ. Это хорошо, потому что там рядом патентный офис. И, в принципе, долгое время я даже работала в базе данных именно внутри офиса. Но сейчас все онлайн, о чем я, конечно, вам всем расскажу. Прежде всего, патент. Многие считают, что я такой гениальный. Я вот получил патент, значит, все теперь знают, что я самый главный изобретатель. Это не так. Патент – это часть бизнес-процесса. Патент нужен только для того, чтобы делать бизнес. Я правильно сказала? Вот. То есть мы делаем патент для того, чтобы его продавать. Других целей у нас или лицензирование? Других целей у нас нет. Вот. Значит, обычно мы говорим, когда про интеллектуальную собственность, это патенты, товарные знаки и авторское право. Значит, патент – это право исключить других из продажи. Это не про то, что вы первые. Да, это про то, что вы первые. Но патент выдается вам, государством, вам право, что только вы можете продавать, ну, этот, скажем, раковину для матьяров. Грубо говоря, это часть цивилизованной конкуренции. Это право исключить других из соревнований с вами по продаже вот именно этого лекарства. В принципе, соревнования. И патенты выдаются нам. Так, и для чего нужны патенты? Еще раз, я с этого, в общем-то, начала. Вот у нас есть такое чудное изобретение. Мы такой с ушками что-то изобрели. Мы получаем патент, мы его лицензируем в какой-то компании и получаем те самые денежки, о которых мы с самого начала думали, когда планировали это изобретение. Работает ли такая схема? Ну, что я могу сказать, не очень. Вот не очень. Потому что тут очень много сложностей. Но если вы посмотрите статью в троицком варианте, если вы набираете мою фамилию и троицкий вариант, выскакивает статья с Александром Северинским. Александр Северинский, это, естественно, русскоговорящий наш товарищ инженер, который переехал в США и который запатентовал гибридный автомобиль. То есть та самая Toyota Prius, которую мы все знаем, которая появилась в первой гибридный автомобиль, где с сочетанием электромотора и мотора внутреннего сгорания это и есть изобретение Александра Северинского. И оно сделано вот по этой схеме. Потому что он же не может построить автомобиль. Он только может придумать сам принцип оптимизации передачи движка от электрокомбашек, от двигателя сгорания к электро. Именно в этом дело. Конечно, были гибриды уже даже в танках во время танков, в автомобилях во время войны, в Второй мировой. Но вот именно эту оптимизацию, когда переключают, придумал Северинский. И Prius использовал это. И, конечно, они не хотели платить. И у Северинского была огромная команда юристов, которые выиграли спор против Toyota. И теперь его ребята получают 100 долларов с каждой проданной в мире Toyota Hybrid. Это немало. Не только Toyota. То есть эта схема работает, но она сложная. Нужны вот эти деньги для выигрывания споров и так далее. Значительно более рабочая схема – это формирование стартапа на основе вашего изобретения. А дальше стартап растет, становится больше, привлекает инвестиции. Как мы слышали, замечательные примеры, которые говорил Кенли Куайт. Вот они такими становятся. Другой вариант, что стартап становится частью другой большой компании. У меня, конечно, слайды на английском, потому что я читаю во многих странах мира и курсы, и любые презентации. И я думаю, что это очень важно, что мы используем английские слова и мы немножечко учим английский по ходу. С одной стороны, все понятно, а с другой стороны, мы и слова учим. То есть acquisition – это принятие маленькой компании, какую-то другую, интеграция, и уже получаем деньги как часть большой компании. То есть вот эта схема, вот эти схемы такими базовые, основные, как получать деньги. Более подробно о сложных деталях этого процесса у нас есть человек специально. А можно добавить? Можно? Вот я. Я хотел, у меня просто комментарий. Я хотел комментарий, потому что эта картина здесь. Это виглы как очень плохой вариант. Съедание крупной, рыба, кушать. Но как инвестор я интересую или-или. Поэтому для меня вот этот, это может быть, ну, боятся варианты. Если я инвестиции сделаю, я всегда интересую два варианта или три. Как можно туда публичный рынок, как можно проделать лицензии, как можно развить компанию сам, или как можно потом, через 3-4 года проделать. Потому что как венчур инвестор, у меня сам инвестор рядом мне. Они мне делят давление уходить от проекта через 3-5 лет. Поэтому я просто думаю, может быть, это для меня должно быть немножко более милый, более приятный вариант. Так, друзья, что это? Да, 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 да. Как медведь. Да, да, да. Но это, как его испугался, ужасный вариант. Для меня это неплохой вариант. Грек, профессиональный вопрос вам можно задать? Да. А есть три, как минимум, стратегии, и они различны. Поглощение, слияние, интеграция — это восполнение буквально периода. А поглощение и слияние — это разные вещи. Вот здесь нарисована картинка, которая говорит о поглощении на общей корпоративной основе, по общим правилам и по правилам, скажем так, финансовых структур, которые тоже действуют в рамках законодательства или не их. Есть общие правила, есть правила, которые территориальные для финансовых структур и корпоративных различных органов. Но так или иначе, у нас эти вещи контролирует Банк России. Вот эти формы и еще одна структура Министерства имущественных и земельных отношений. Вот эти два регулятора, а также ПАС, третья структура, они вот эти процедуры между собой пытаются наладить. У них нет общей идеологии, а у вас есть общая идеология и методология этих вещей. Она правовом поле прописана. Здесь вы рискуете, вот здесь рискуете. Вот я об этом спрашиваю. Три раз так больше. Какую предпочитает? Инвестор должен очень минимально заниматься due diligence analysis. Я видел один проект, это какой медицинский инструмент, который видел очень хорошие позиции на российский рынок и на границе экспорт. Но мы потом анализировали закон, как получил экспорт лиценз, и мы поняли, мы не можем получить экспорт лиценз. И это регуляция, это регуляция. Давайте мы сделаем так. Я вашу манеру знаю, поэтому я вас попрошу воздержаться от ваших вопросов. И сначала Кендрик, или Надя, и Кендрик там, где Надя будет его просить. Я еще раз вас прошу воздержаться от ваших вопросов, потому что вашу манеру участия в подобных мероприятиях я знаю. Хорошо. Хорошо. Еще один момент. Я прошу прощения. Если вы профессионал, задавайте профессиональный вопрос, связанный с патентованием. А вот кругу не гоните, пожалуйста. Здесь профессионалы выступают, и все слушают. Вам только что объяснили, что это часть бизнес-процесса. Нас бизнес-процесс интересует, чтобы они нас расконяли. А вас слушать никто не хочет пока. Таким образом мы видели, что и в том, и в другом варианте, что у нас является одним из самых важных ключевых моментов – это патенты. Я надеюсь, что я в этом убедила. То есть либо лицензионное соглашение, либо рост самой компании и либо ее продажа, либо, собственно, вы сами становитесь очень большими. Согласно журналу «Экономист», который я получаю каждую неделю, до 70% стоимости компании – это ее интеллектуальное собственность. Вот сейчас этот вопрос настолько велик, что до 75%. так, ну давайте еще немножко про типы интеллектуальной собственности. Патенты – это что такое? На что они находятся? Объекты промышленной собственности. Объекты промышленной собственности. по-другому. Исключительно правы. А патенты бывают на изобретение, на какое-то техническое решение, правильно? На метод чего-то, на какое-то устройство, правильно? Полезную модель, да. Обычно. Вот. В США не бывает полезных моделей, поэтому… Объекты промышленной собственности, по-другому, объединяющие. Вот. А еще у нас в США есть объекты на дизайн. И что это такое? Обычный образец у нас. Да. А что это такое? Внешний вид изделия. Внешний вид изделия. Совершенно верно. То есть то, как оно выглядит. И совершенно не важно, как оно функционирует. То есть вот, например, мы делали защиту медицинского костюма для детей с церебральным параличом. Он такой костюм, который позволяет детям стоять вертикально. Которые никогда не стоят вертикально. Которые только лежат. И мы делали два. И дизайн, то есть как он выглядит. И на изобретение. Потому что там были такие существенные моменты с подкачкой воздуха, с металлическими прутями, которые позволяли сделать вывод о том, что это изобретение. И во многих таких случаях я рекомендую делать оба. Что такое авторское право? На что оно? Копирайт. За интеллектуальную собственность. Ну да. На какие-то произведения литературы, искусства. Копирайт отличается тем, что это защищает целиком. Не саму идею, а мы еще немножко об этом поговорим. И что касается trademark, это товарный знак. Товарный знак это бренд. И не только бренд вашей компании, но это может быть бренд изделия. У нас был такой случай, что компания хотела зарегистрировать целую линейку спортивного инвентаря. Там у них и палки, и лыжи, и все. И оказалось, что именно вот это название было названием одной из палаток, тип палатки, там какой-то двухместной палатки фирмы Коллиман, которая очень известный производитель спортивного инвентаря. И только из-за того, что у них одна модель из этой палатки называлась так же, вот нам отказали в целом большом бренде Red Fox. Red Fox, они спонсируют восхождение на Эверест, они главный производитель всей этой одежды для восхождения на самые высокие горы и так далее, и так далее. И только из-за того, что одна из палаток была Red Fox, то нам отказали. Значит, будем внимательны, когда мы выбираем товарный знак, внимательно проверяем, что где существует в этой области. Значит, еще раз, utility patent по-английски – это патентное изобретение. Новый метод, новый метод сделать лекарства, новое устройство, шагающий робот, ну понятно, да? Дизайн – это внешний вид, и очень часто, например, какие-нибудь… Вот я смотрю, я только сейчас сообразила, что вот это, на самом деле, стул. Так, он стул и стол, правильно? Конструкция. Абсолютно. Вот пример конструкции, которые, с одной стороны, изобретение, а с другой стороны, в общем, скорее всего, идет под дизайн патента. Ну, о трейдмарке мы поговорили, и любые книжки – это тоже, это тоже поддаются купирать. Значит, это пример изобретения, и это… Ну, изобретение как бы все знают, да? А вот пример дизайна, я хочу сказать, для научных исследований в нашей области оптики бывают такие случаи, когда очень полезно сделать на дизайн какого-то полирует, полизационного прибора или еще чего-то. Никогда не забывайте об этом. Какие основные вопросы возникают, когда у вас есть изобретение? Здесь хочу привести пример моей книжки. Она была бестселлером издательства Francis & Taylor. Ее можно купить на Амазоне. И вот ступенечки от изобретения к большому денежному мешку следующие. Является ли мое изобретение новым? А действительно ли оно принадлежит мне? Очень часто в России я сталкиваюсь с такой ситуацией, что люди приходят из университетов и говорят, вот я это придумал, я хочу это запатентовать. У меня мало денег, но я все-таки вот свои денежки туда вложу и хочу это запатентовать. Я спрашиваю, а вы когда работали в университете это сделали? Да, да, да. Но ведь университет владеет, если вы делали это в университете. Ой, они не обращают внимания, не обращайте внимания. То есть это впечатление, что человек, работающий в университете, не считает изобретательство частью своей работы, за которую ему платят зарплаты. А мне платят так мало денег, они вообще, а я еще не буду изобретать. Ну, как бы мало не платили, ее платят за то, что включает в себя изобретательство. Поэтому тут очень важно всегда понимать. Кроме того, часто бывает такая ситуация, что как кто-то заказал работу в университете, то есть это спонсорская работа, и после этого этот человек или университет планирует подать эту заявку на изобретение. Но вам уже со стороны заплатили за то, чтобы вы это сделали. Это тоже очень тонкая такая ситуация. Вот. Является ли оно profitable? Сейчас я вернусь к этому. А нужно ли его защищать? То есть просто вот, а вот надо ли это? Ну, если уже нужно решили, то как его патентовать? Вот эти вот ступенечки мы проходим. Теперь еще вернуться к вопросу, is it profitable? И передать слово нашему дорогому Андрику. Как определить, оно является profitable или нет? Вопрос еще раз, Надя. Ну, это вопрос, когда я анализировал новый проект, и я должен подумать, кто интересует купить эту новую идею. Индустриальный партнер или общий рынок. И мы занимаемся очень много due diligence. И мы от Логачевского университета, наш секретарь, занимаемся этим анализом на самый ранний этап. Мы уже начинали подумать об этой научной идее. И подумать, эта идея, если реализирована на последний результат, если proof of concept работает, если прототип работает, а кто будет интересно купить? Это индустриальные компании, это Samsung, а кто-то другие компании, которые занимаются похоже. И у нас есть более эффективный вариант, чем если у нас, какой компонент для телевизора. У нас более эффективный компонент, чем Samsung или Philips. Или хуже. Если хуже, мы понял, это не будет прибыльным. Рынок не будет покупать. И поэтому мы занимаемся этим анализом. И мы подумали об этом, если наша идея будет еще лучше, чем Samsung, мы готовы продавать. Когда мы получили абсолютный результат, мы будем стараться продавать на LG. Потому что это будет конкретный средств. Но как мы анализируем сколько стоит? Мы анализируем на рынок телевизора. Какой рост в этом году? Пробы, инструкцияищная должна быть некая т recommended.